Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Вы по моему голосу наверняка можете заметить, что я до сих пор никак не могу выздороветь. Хотя я пытаюсь, я действительно лечусь, но все безуспешно. Действительно, у меня достаточно слабенький организм. И мне очень сложно выздороветь, если я не придерживаюсь постельного режима. Но об этом чуть позже вам расскажу. Итак, что у нас на сегодня? Очень вкусные манты. Мамином приготовлении. Рецепт я вам обязательно оставлю в описании под видео. Здесь у нас зеленый лучок. Мой любимый салат Цезарь. Особенно в нашем исполнении получается реально очень вкусно. Добавила здесь очень много сыра с лукуни, который привезла из Грузии. Я его экономно расходую, прям с удовольствием кушаю, потому что его больше нигде нет, к сожалению. Здесь небольшой такой десертик из Азы, который я не пробовала. Посмотрим, какой он на вкус. Брауни десерт называется. Не цинить тирамису, хотя я, если честно, сначала подумала, что это тирамису, но нет. Сметанка. Сюда мы будем макать наши манты. И один эклер. Если вы тоже кушаете, то приятного аппетита вам. Я хочу изначально поблагодарить всех вас, людей, кто писал мне поздравления с днем рождения. К сожалению, не всем ответить я успела. Сегодня сяду и постараюсь под последним влогом ответить всем. Мне, честно, очень приятно читать эти пожелания. В такие моменты я реально осознаю, насколько много у меня хороших зрителей. которые действительно пишут какие-то приятности, которые рады за мои успехи, которым интересна моя жизнь. Вкуснотища. С лучком вообще классно идет. День рождения прошел очень классно. Многие спрашивали, почему не пришла Садат. Я вам во влоге об этом говорю. Но здесь тоже на всякий случай скажу, мы не поссорились с Садат. У нас все замечательно. Просто она мне сказала, что после работы она будет усталая. И лучше будет, если я перенесу свой день рождения на воскресенье. Я действительно попыталась это сделать. Но, к сожалению, у меня не получилось. Из-за того, что в ресторане были еще другие мероприятия, но в воскресенье перенести не получилось. Еще плюс все окружающие мне начали говорить, что заранее праздновать день рождения нехорошо. Поэтому вот так вот получилось. То есть у нее день был очень фул, очень много было уроков. Но почему-то в комментариях у меня в инстаграме уже все сделали вывод, что все, Айка дружить не умеет. Еще одна подруга ушла. Уже все сделали вывод определенный, который конкретно не соответствует действительности. Я вам не советую делать вообще дни в одном случае преждевременные выводы. Мне когда шла на свой день рождения, я уже немножко болела. И несмотря на то, что в комнате был кондиционер, было действительно жарко. Я была одета не так легко. Ездила везде на машине. И по идее все должно было быть хорошо. Но на следующий день у меня вообще пропал голос. Настолько такое было впервые. То есть сейчас тоже я болею, но я хоть как-то говорю. Тогда просто произнести ни одно слово я не могла. И так получилось. Вообще я такой человек. Я не могу выздороветь, если я не сижу дома в теплоте. И через пару дней получается у Нармины, у моей подружки, день рождения. Я просто понимаю, что у меня температура, я не могу пойти. И тем более сейчас какой-то вирус. Я боялась там всех заразить. Естественно, Нармина меня поняла. Никаких проблем с этим не было, но я сижу дома, вижу, как они веселятся, и меня прям совесть мучит. Решила я пойти уже под конец вечера хотя бы просто поздравить Нармишку. Думала, пойду на пару часов. Но у них, знаете, как было, день рождения состоял из двух частей. То есть сначала все просто солидно сидят в ресторане. А затем идут в такой ночной клуб. Что-то такое. Вот. Я, получается, солидно посидеть не успела. А приехала уже к тому моменту, когда они уже выходили из заведения и собирались в этот клуб. Я решила тоже присоединиться к ним. очень круто отдохнули. Там были танцевальные батлы. Была большая компания. Парни, девушки смеялись, отдыхали. Я приехала домой очень поздно. Очень поздно. Вот. И на следующий день я заметила, что у меня опять температура. Поэтому я немножко пропала из виду, потому что я болею. вкуснотища просто. Просто обалденно. Я просто пролистала свой канал и подумала, чего же у нас с вами давно не было. Смотрю. Мои любимые манты были два месяца назад. Даже больше. Чуть больше двух месяцев. Такая, думаю, все. решено. Кушаем сегодня манты. Я всегда переживаю, когда у меня, например, день рождения, как люди будут коммуницировать друг с другом, потому что они друг друга не знают. и будет ли им вообще интересно вообще общаться. Ну, знаете, здесь нас прямо выручила Сара. Если ты смотришь, привет тебе огромный. Косметолог. Она позвонила своему шоферу. Он привез нам настольные игры, которые реально исправили ситуацию. Вот это вот напряжение пропало. Мы поделились на две команды и угадывали слова. Это было настолько весело. Это было настолько занимательно. Мы поделились на две команды. Я, жена моего брата Парвана, наша племяшка. Мы были в одной команде. Естественно, мы друг друга хорошо знаем, поэтому нам было намного проще укладывать слова. А в другой команде были люди, которые плюс-минус видят друг друга первый раз. Ну, конечно, было посложнее. Я вообще изначально сомневалась, стоит ли отмечать день рождения или нет. Сейчас я понимаю, что настолько круто просто я отметила. Я уверена, что вот этот год будет для меня самый удачный. все будет шикарно. Помните, я когда-то сидела здесь и вам говорила, что мне не хватает друзей, мне не хватает общения. Так вот, в этом году, на мой взгляд, я визуализировала себе очень крутое окружение. Действительно, настолько искренних, классных людей, которые были рядом со мной. По идее, мама тоже должна была быть. но, мама мне говорит, молодые будут чувствовать себя, молодые, как будто там молодожены, будут чувствовать себя некомфортно со мной. Идите, мама говорит, отдыхайте. я не хочу. Попробуем десерт брауни, до этого я пробовала этот десерт, но именно в исполнении Азе никогда. Неплохо. сладко. Возможно, мои слова покажутся немножко странными, но я в свой день рождения поняла одну очень важную вещь, что еще одна моя мечта наконец-то исполнилась. У меня есть то окружение, которое я всегда хотела, которого у меня никогда не было. Какой-то я зря вкусная. Очень вкусно. я тоже по возможности буду стараться выкладывать для вас контент как можно чаще. На этом все, пожалуй, ссылку на Цезарь я вам обязательно оставлю. Также ссылка на Монте будут внизу в описании под видео. Переходите, смотрите рецепты. Также обязательно подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Всех люблю! До новых встреч! Продолжение следует...